Орфей в подземном царстве. Отрывок из мифа. Великий певец Орфей, сын речного бога Эагра и музыка Леопы, жил в далекой Фракии. Женой Орфея была прекрасная нимфа Эвредика. Горячо любил ее Орфей. Но недолго наслаждался Орфей счастливой жизнью с женой своей. Однажды, вскоре после свадьбы, прекрасная Эвредика собирала со своими юными подругами-нимфами весенние цветы в зеленой долине. Не заметила Эвредика в густой траве змею и наступила на нее. Ужалила змея юную жену Орфея в ногу. Громко вскрикнула Эвредика и упала на руки подбежавшим подругам. Побледнела Эвредика, сомкнулись ее очи. Яд змеи пресек ее жизнь. В ужас пришли подруги Эвредики и далеко разнесся их скорбный плач. Услышал его Орфей. Он спешит в долину и там видит труп своей нежно любимой жены. В отчаяние пришел Орфей. Не мог он примириться с этой утратой. Долго оплакивал он свою Эвредику и плакала вся природа, слыша его грустное пение. Наконец, решил Орфей спуститься в мрачное царство душ умерших, чтобы попросить Аида и Персифону вернуть ему жену. Через мрачную пещеру Тенара спустился Орфей к берегам священной реки Стикс. Стоит Орфей на берегу Стикса. Как переправиться ему на другой берег, туда, где находится царство Аида? Вокруг Орфея толпятся тени умерших. Чуть слышны стоны их, подобные шороху листьев, падающих в лесу поздней осенью. Вот послышался вдали плеск весел. Это приближается ладья перевозчика душ умерших Харона. Причалил Харон к берегу. Просит Орфей перевести его вместе с душами на другой берег. Но отказал ему суровый Харон. Как не молит его Орфей, все слышит он один ответ Харона. Нет. Ударил тогда Орфей по струнам кефары и разнеслись по берегу Стикса и ее звуки. Своей музыкой очаровал Орфей Харона. Слушает он игру Орфея, опершись на весло. Под звуки музыки вошел Орфей в ладью, оттолкнул ее Харон веслом от берега и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Перевез Харон Орфея. Вышел он из ладьи и, играя на золотой кефаре, пошел к Аиду, окруженный душами, слетевшимися на звуки его кефары. Приблизился к трону Аида Орфей и склонился перед ним. Сильнее ударил он по струнам кефары и запел. Он пел о своей любви к Эвредике и о том, как счастлива была его жизнь с ней в светлые ясные дни весны. Но быстро миновали дни счастья. Погибла Эвредика. О своем горе, о муках разбитой любви, о тоске по умершей пел Орфей. Все царство Аида внимало пению Орфея, всех очаровала его песня. Склонив на грудь голову, слушал Орфея Аид. Припав головой к плечу мужа, внимала песня Персифона. Слезы печали дрожали на ее ресницах. Очарованный звуками песни, Тантал забыл терзающий его голод и жажду. Сизиф прекратил свою тяжкую и бесплодную работу, сел на тот камень, который вкатывал на гору, и глубоко задумался. Очарованные пением стояли Данаиды. Забыли они о своем бездонном сосуде. Сама грозная трехликая богиня Геката закрылась руками, чтобы не видно было слез на ее глазах. Слезы блестели и на глазах незнающих жалости Эриний. Даже их тронул своей песней Орфей. Но вот все тише звучат струны золотой кефары, все тише песни Орфея. И замерла она, подобно чуть слышному вздоху печали. Глубокое молчание царило кругом. Прервал это молчание бог Аид и спросил Орфея, зачем пришел он в его царство, о чем хочет просить его. Поклялся Аид нерушимой клятвой богов, водами реки Стикса, что исполнит он просьбу дивного певца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова